София Полянцева начала пользоваться маркетплейсами во время пандемии. Эту альтернативу девушка выбрала из-за закрытия многих магазинов и невозможности выходить из дома во время карантина. Но режим самоизоляции уже прошел, а София все так же активно заказывает вещи в интернете. Покупает в основном одежду и уходовые средства. Рассказывает, ее друзья считают, что у девушки зависимость. София заходит на маркетплейсы в любую свободную минуту. Могу зайти в торговый центр, допустим, посмотреть, что там по ценам вообще какие-то товары, но вот недавно как раз ходила, нашла какие-то пару вещей, но все равно остальную часть, которая мне нужна, я смотрю на маркетплейсы. Иногда просто нет времени именно ехать целенаправленно в торговый центр, чтобы что-то себе найти. Это намного больше времени тратишь, а тут ты в любой момент можешь взять телефон, посмотреть и найти, что нужно. Человек привыкает к этому комфорту, что ему не нужно никуда ехать, он может с любой точки вообще зайти, посмотреть что-то. Когда человек совершает покупки не из нужной или большой симпатии, а потому что пора что-то купить, снять эмоциональное напряжение, он может попасть в зависимость от шопинга, рассказывает психолог Валентина Пудовкина. Индикатором шопоголизма также может служить реакция на акции и распродажи. Сегодня маркетплейсы – это то, что облегчает существование зависимости от покупок. Любая зависимость берется от эмоционального дефицита какого-то. То есть у нас депрессия, плохое настроение, нехватка чего-то. И человек сам выбирает, через что он это суррогатно заменяет. Это то, что облегчает шопоголизму существовать. Не нужно уже идти в магазин, можно этот импульс на покупку реализовать тут же. Даже не нужно никуда идти, у тебя возникла эта эмоциональная нехватка, и ты тут же можешь пойти провести время на маркетплейсе, накидать в корзину, ждать вот этой эмоциональной разрядки. Если человек заметил, что покупает вещи без надобности, но может отследить это, он на пути к избавлению от вредной привычки. Чтобы отсрочить импульс к заказу, можно, например, отжиматься. Нужно отслеживать и в момент, когда ты хочешь совершить покупку, спросить, а что сейчас со мной происходит, какое у меня настроение и зачем мне это нужно. То есть нужно всячески включать осознанность и силу воли. Но если шопоголизм уже встроен в человека, и он понимает, что не может самостоятельно справиться с проблемой, стоит обратиться за квалифицированной помощью. Полина Чулякова, Валерий Майоров, Сергей Баскин. События.